Подготовленный российским телеканалом «Россия-1» «Репортаж об освобожденных азербайджанских землях не был однозначно встречен армянской общественностью. Они считают, что материал унизил армянский народ», — передает Аззи Аз. Напомним, что в эфире программы «Вести недели» корреспондент Александр Бузаладзе рассказал о вандализме совершенным армянами во время оккупации Карабаха около 30 лет. Сюжет рассказывает о восстановлении городской инфраструктуры и культурного наследия после освобождения Карабаха. Во-первых, азербайджанцы восстановили дорожную сеть. Уже построен аэропорт и на этих руинах планируют начать строительство нового Физулинского жилого комплекса. Международный аэропорт Физули уже принял первых пассажиров. Меры безопасности в этом районе обеспечивает Азербайджан, — сказал российский корреспондент. Затем Александр Бузаладзе отправился в Шушу, где даже подстригся у парикмахера по имени Анар. Таким образом, армяне, всегда привыкшие к теплому отношению к себе в российской прессе, в подготовленном «Россия-1» материале по Азербайджану проявили нетерпимость к объективному подходу. Армянские СМИ назвали сюжет «недружественным» и потребовали вызвать в МИД страны посла России в Армении. Армяне также призвали социальные сети приостановить вещание канала в стране или хотя бы принять против него меры. Интересно, какие аргументы армяне представят послу? Освещение вандализма, совершаемого страной в течение 30 лет, раздражает армян. Или им не по нраву то, что Азербайджан восстановил Карабах и превратил его в культурный центр? Судя по всему, армяне, всегда ищут козла отпущения, чтобы прикрыть свои неудачи. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!